здорово народ сегодня у нас с вами на обзоре ipad mini второго поколения посмотрим как он ведет себя в современных играх и приложениях и ответим на вопрос имеет ли смысл покупать в 2021 году ну или так скажем на перспективу представили его 22 октября 2013 года то есть получается уже 8 лет назад у меня к сожалению именно миника второго не было но у меня был миник первого поколения и скажу так что я перешел на него с айпада второго поколения то есть большого мне он нравился больше наверное за счет того что он был очень компактный и еще есть у него была очень крутая батарейка но единственно что подкашивала конечно это экран на тот момент были видны пиксели ну и конечно же во втором поколении все вот эти недочеты что касается экрана это все исправили что касается дизайна это тоже самое что и ipad mini первого поколения 3 и 4 ну естественно большие айпеды которые сейчас на 10 и 2 дюйма имеют точно такой же дизайн главное конечно же преимущество этого планшета перед остальными это его размер размер ipad mini 2 составляют 200 на 134 и 7 с половиной и вес 331 грамм корпус точно такой же как у ipad mini первого поколения сделаны из алюминия руках конечно же он лежит очень так органично и удобно что касается органов управления здесь есть кнопка блокировки кнопка home две качельки громкости и кнопка мьют если честно мне вот кнопки мьют не хватает в ipad pro что касается дизайна он достаточно эргономичный легко помещается даже в карман куртки когда у меня был миник первый я его таскал даже в куртке ну естественно я уже не говорю про какие-то там девичьи сумки или там те же самые рюкзаки мне кажется главное преимущество этого планшета это конечно же его размеры наверное сейчас в 2021 году он кажется таким немного игрушечным за счет как раз таки своих размеров но поверьте мне он действительно удобный у меня есть ipad pro 12 9 дюймов он просто большой но когда я взял в руки вот этого красавчика я офигел насколько он удобный насколько в нем вообще удобно смотреть видосы и игра но про игры я расскажу чуть-чуть позже так что подводя итог по дизайну это офигенный дизайн несмотря на то что ему уже восемь лет он смотрится достаточно современно и очень важно стильно по дисплею здесь конечно даже несмотря на то что уже прошло восемь лет здесь стоит retina дисплей с разрешением 2048 на 1536 точек это просто мне кажется победа здесь офигенный дисплей диагональ которого 7 и 9 дюймов если вы возьмете в руки айпэды мини первого поколения и 2 ну вы сразу видите разницу все-таки retina в африке retina при просмотре safari при просмотре ютуба и даже в игрушках проблем нет проблем не возникает дискомфорта нет даже несмотря на то что я пользуюсь retina экранами уже получается с какого там ну с 2014 года там на планшетах и несмотря на то даже что у меня есть ipad pro на 12 9 всего супер большим вот этим дисплеем никакого дискомфорта здесь нет угол обзора шикарный цветопередача отличная да может быть он чуть-чуть тускнее чем на про планшетах но понятно здесь другая технология экрана но вот если честно смотря вот на этот маленький экран я не вижу сильно большой разницы между вот им и планшетом допустим айпэдом 7 поколение на которое тоже делал обзор на планшет который 6 поколения большой я тоже не при не вижу большой разницы и знаете в чем прикол здесь нет вот этой воздушной прослойки про которую я говорил который мне немного доставлять дискомфорт поэтому что прослойка это не критично на больших планшетах но на маленьком на маленьком ее нет не всегда радует вот эти моменты когда apple в 2013 году вводит retina экран который до сих пор спустя 8 лет актуален и смотрится круто и на нем поглощать контент это прям пушка переходим к самому интересному и это естественно производительность за все операции за все вот эти приколы на этом планшете отвечает процессор a7 с 60-битной архитектурой и сопроцессором m7 точно такой же процессор стоит где вы думали iphone 5s и ipad air первого поколения результаты гикбенча в сингл кори 1395 в мульти кори 2526 сухие цифры конечно все это прекрасно но нам надо посмотреть как он ведет себя в современных играх и приложений и перед тем как все это вам показать я когда готовился к этому видео я скачивал минимальный набор приложений которым я пользуюсь и вы знаете от чего я офигел от того что когда я поставил twitter нажимал установить twitter он говорит новая версия twitter не поддерживается на этом планшете можете загрузить старую я думаю нифига себе казалось бы да раньше такой фигни не было то есть нету не поддержит а вес текущую версию приложения все как бы иди нафиг а тут говорят загрузите прошлую вообще не вопрос вот это вообще респектосик и лайк я поставил такие приложения как вконтакте youtube тикток яндекс карты фейсбук twitter и instagram это что касается таких повседневных приложений этот соцсети то чем мы пользуемся с вами наверное каждый день ну из игрушек я поставил папка собой серф shadow fight 2 и ear to die 2 почему я поставил именно эти игрушки потому что собой серф shadow fight и ear to die это плюс-минус такое легкое среднее а папка это понятно что король приложений который просто на всю мощность загружает ваше устройство и проводят тесты вот на этих конкретных приложениях я думаю что можно а плюс-минус объективно судить о том можно ли этим устройством пользоваться начинаем с приложения вконтакте но загружается она достаточно медленно все-таки apple a7 процессор достаточно старый а при версии приложения вконтакте новая но если поскролить ленту ту же самую конечно получаешь легкий дискомфорт плавности такой нет немножко дергается но нужно понимать что этот планшет 2013 года безусловно приложение вконтакте пользоваться можно если у вас есть терпение а терпеть нужно для того чтобы дождаться пока все подгрузится но опять же для планшета которому 8 лет все на мой взгляд работает достойно да я не ждал когда загружался эти приложения не ждал что здесь будет прямо пушка и все будет летать как допустим на этом ipad pro но опять же имейте ввиду 8 лет устройству он тянет последнюю версию мессенджера нашего ну вконтакте и соответственно чего мы ждали пользоваться все-таки можно при определенных конечно условиях дальше мы открываем youtube плюс-минус все точно так же будет работать как и вконтакте приложение открывается конечно не так быстро как бы я хотел скроллинг работает плюс-минус видите все то же самое что и вконтакте и если откроем какое-нибудь видео ну допустим мое видео открывается достаточно быстро картинка опять же за счет того что у нас ретина экран достаточно качественная ну и также этот ipad может воспроизвить видео в full hd на ютубчике в принципе все осмотребельно да какие-то есть мелкие подлагивания но я не думаю что это критично все-таки планшета 8 лет чего мы ждали для поглощения контента для просмотра того же сама youtube чека все окей но итог то я подведу попозже дальше мы открываем тик ток ну конечно куда же без тик тока ну и вот stick током на самом деле проблемы досмотреть можно но когда ты свайп и все очень люто дергается как-то честно некомфортно не знаю опять же если у вас большое терпение то можно им пользоваться дальше у нас идут яндекс карты казалось бы но мало ли кому то может быть понадобится этот планшет с точки зрения навигации и здесь есть маленький нюанс если у вас версия вайфай только вайфай да то в нем нет gps модуля если у вас версия вайфай плюс cellular или сотовая сеть по нашему то здесь будет доступно gps модуль ну и вы сами можете видеть как работают яндекс карты яндекс карты достаточно грустные видимо это очень ресурсоемкое приложение в общем этим особо пользоваться невозможно хотя с точки зрения навигатора если выстроить маршрут я думаю что все будет в порядке дальше открываем приложение facebook здесь принципе плюс минус то же самое что его вконтакте ки скролик работает читать статейки можно лайкосики поставить можно короче facebook нормально работает даже я бы сказал лучше чем vk плавнее но кто в наше время пользуется фейсбуком что касается твиттера короче это тоже самое плюс минус что его вконтакте что и facebook принципе это все юзабельно но я прям вот хочу вам показать как это все работает на планшете опять же повторюсь восьмилетней давности пользоваться мне кажется можно да все работает не супер быстро но вы должны понимать все-таки apple a7 такой ветеран старичок ну и инстаграм с инстаграмом конечно вообще полный прикол почему до сих пор нету версии для планшета я не понимаю видимо марк цукерберг там сосредоточился на чем-то другом инстаграмчик тоже работает вполне комфортно можно смотреть фоточки даже фоточки сюда выкладывать теперь что касается игрушек вот здесь самое интересное по поводу папка я хочу сказать сразу это полная боль это такая боль я не знаю в каких местах я ее испытывал но по ходу во всех когда я запускал во первых я сделал графику на самую низкую дальше когда я запустил саму игру ну если честно играть в это я бы не смог моих нервов бы не хватило на ipad большом про опять же повторюсь можете задать мне вопрос дима какого художника ты сравниваешь ipad pro за 8 из кусков да и ipad mini которому 8 лет но просто блин я вижу вот это и беру вот это в папка играть невозможно да можно конечно смириться с тем что все немножко подлагивает не прогружаются текстуры может быть смириться можно но я к сожалению не могу можете сами принять решение имеет ли смысл играть и запускать папка на этом устройстве что касается остальных игр такие как сабвесер с шадоу файты и рту дай в принципе у меня проблем и какого-то негатива к этим игрушкам не возникло все идет конечно не так плавно как бы хотелось но это все играбельно и мне кажется вот этот планшетик для простых игрушек в самый раз что касается еще начинки то здесь вайфай 802 11 а bgn и поддержка двух диапазонов 2 и 4 и 5 герц bluetooth 40 будет отвечать за поддержку подключения всех беспроводные bluetooth аксессуаров с эти планшеты были доступны в 16 32 64 и 128 гигабайт вайфай версии также сотовым модулем эта версия на 16 гигабайт и это опять вторая боль которую я испытал потому что после установки а с обновления доступно всего лишь 9 поэтому если вы решитесь покупать его то нужно брать минимум хотя бы на 32 что касается времени работы этого планшета здесь сказать сложно по заверениям apple это 10 часов но нужно понимать что новый планшет такой из коробки вы вряд ли где найдете это прям надо очень сильно постараться хотя я даже не знаю как надо стараться что вот этого красавчика найти нового этому конкретно планшета уже я не помню лет наверное в семь в общем это был актуальный планшет на тот момент когда мы его покупали то есть это наверное где-то год 14 и протестив его я понял что очень много батарейки жрет пап то есть все остальные приложения вот социальные сети youtube чик более-менее как-то щадящим режиме все это делают ну мне кажется даже если вы найдете его в хорошем состоянии до плюс-минус не потертым там это будет означать что владелец аккуратненький да и соответственно нужно все-таки поспрашивать как он пользуется этим планшетом сколько плюс-минус держит но я думаю что если батарейка стоит родная и вы не хотите вы не будете прямо насиловать этот планшет там в каких-то суперсверх задач которые он к сожалению наверно поддерживать не будет то на весь день этого планшета вам в принципе хватит хотя айпада это такой прикроватный девайс мне вот мои прошки хватает на блин три дня если я дома вообще никого не выхожу три дня использования прошки на 12 9 не хватает и я думаю это планшет тоже на день вам точно хватит а то и на 2 что касается камеры этого планшета здесь конечно все достаточно посредственно и серьезно мы не забываем что это 2013 год эта камера сойдет только для общения в фейстайме и в принципе все разрешение задней камеры 5 мегапикселей у фронтал очки 1 и 2 и она поддерживает запись видео вожди есть автофокусировка в общем вот такие вот приколы с этой камерой но опять же повторюсь эту камеру лучше использовать только для видеозвонков что касается с версии то здесь стоит версия 12 5 4 и я так понимаю apple периодически на вот эти старые устройства прилетают прикидывает нам обновление вес там что-то касаемо безопасности тоже очень приятненько что не забывают про владельцев старых устройств работает она в принципе достойно если лазить по настройкам если лазить в интерфейсе если лазить в сафари в принципе этот планшет юзабельный да может быть нет такой супер плавности как хотелось бы но опять же я в сотый раз повторяю что этот планшет 2013 года остальные приложения стандартные работают плюс-минус также все с легким подлагиванием легким не раздражающим подлагиванием я бы такой термин употребил в общем пользоваться в принципе с 12 можно ну и давайте подводить маленький итог что касаемо этого планшета цена средняя на вторичном рынке в петербурге от 5 до 7-8 тысяч рублей в зависимости естественно от состояния и в зависимости от того сколько памяти на борту я бы этот планшет рассматривал в качестве планшета для ребенка для обучения да мне кажется это было бы оптимальный вариант ну и для такого развлекательного опять же планшета тоже для ребенка ну допустим школьника этот план этом планшете можно читать книги айбуксы все это работает все сервисы такие как apple музыка apple tv это тоже все работает ну про youtube чеки и остальные приложения соцсети с игрушками вам рассказал думайте сами как бы да сделайте вывод но я бы этот планшет бы за 5000 вот за 5000 я бы наверное взял но мне к сожалению он не нужен потому что у меня есть ipad большой но в качестве ребенка или такого в качестве планшета для обучения ребенка мне кажется это оптимальный вариант он достаточно компактный он тянет все приложек и да пускай не так круто как бы хотелось но в то время в котором он существует сейчас это достаточно неплохой вариант либо этот планшет очень отлично подойдет как читалка это гораздо лучше на мой взгляд чем электронная книга конечно может со мной поспорить что я инк вот эти вот короче электронной книги они лучше там глаза от них не устают и все такое но электронная книга это электронная книга а здесь тебе и электронная книга и девайс для поглощения контента и девайс для развлечений игрушки там все такое конечно лучше наверное все таки добавить еще чуть бабла и купить ipad mini 4 но там уже диапазон цен немного другой здесь этот планшет конечно он не подойдет для как такого основного и создавать на нем чего-то не получится немножко подлагивает я думаю что вам будет некомфортно просто это делать а как такой легкий дешевый девайс там прикроватный для ребенка для обучения ну бросить в машину в качестве опять же навигации что-то такого плюс-минус подойдет так что вот такой вывод про этот планшет в принципе неплохо за пятеру как бы норм но смотрите сами на 16 гигабайт только не берите это прям боль там полтора приложения вот все приложения которые условно этом ipad который он показал свободно от 3 гигабайта осталось то есть ну как бы не очень хорошо ну и заключение хочу сказать что спасибо что досмотрели надеюсь видео было вам полезным подпишитесь обязательно если не подписаны потому что впереди нас ждут с вами очень много интересных видосов собственно вот так вот дальше больше всем здоровья и пока